Привет! Вы смотрите программу «Айти не обойти». С вами Евгения Фандеркина. В этом выпуске расскажем. Кто такие медиагерои и почему они собрались в Чебоксарах? Как обезопасить себя от мошенников? Как быстро и без очередей оформить загранпаспорт на малыша? Как продвигать свой аккаунт в сети, писать текст на продажу и правильно размещать нативную рекламу? Ответы на эти вопросы можно было получить на конференции медиагероев, которая прошла в Чебоксарах. Среди спикеров журналист, основатель школы тревел-логия и агентства ноу-хау-медиа Юлия Щукина, блогер Ольга Береб и директор по развитию лайфхакер.ру Родион Скрябин. Как продвинуть себя любимого в интернете и привлечь на свою страницу как можно больше подписчиков? Ольга Береб, директор московской рекламно-производственной компании, ведет блог занятой женщины. У нее в инстаграме 305 тысяч подписчиков. Моя история – это история про внезапную генерацию идей. Я могу проснуться ночью, что-то придумать. Мне нужно, чтобы прямо сейчас было исполнено. Я готова перебудить всех. Такой немножечко самодур, наверное, в этой части. Запланированное. Ну, конечно, есть какие-то мероприятия у меня запланированные. У меня есть запланированные активности. Я никогда, честно, никогда не планирую очень надолго. А если касается моего блога, то у меня есть расставленные посты на 2-3 месяца вперед. Но они двигаются с завидной регулярностью, потому что вдруг пришла какая-то классная идея, вдруг случилась какая-то интересная история. Ольга советует всем, кто планирует продвигаться в инстаграме, делать два поста в день – ситуационный и специальный. Темой ситуационного поста может стать «Неожиданная новость», где обязательно надо высказать свое мнение, которое благодаря правильно расставленным хэштегам попадет в топ. Что здорово в социальных сетях – в ней нету географии. По сути, в ней нету географии. Есть только люди. Если вы пишете смешно, если вы пишете интересно, если вы снимаете классные видосы или делаете классные фотографии – абсолютно неважно. Будут учитывать ваше личное мнение и смотреть на мир через вашу призму. Вот в чем фокус социальных сетей. Вы можете добавлять какое-то гео, допустим, если вы живете в Париже или в Чебоксарах, или еще где-то. Это неважно, вы можете добавлять какого-то местного колорита. Но география не имеет никакого отношения, имеют отношения только люди, имеют суть блогов. Это люди, их инсайты, их мысли, их чувства, их какое-то необычное, а иногда и очень обычные взгляды на происходящее. Ольга Берек уверена, что любой политик или руководитель крупной компании должен вести свой блог. Тогда будут и собственные эмоции, да и у компании появится лицо. Когда вы читаете слово или словосочетание, ваш мозг рисует картинку. Продукты питания для борща непонятно. Свекла, капуста, морковка – это плакативный язык в тексте, который используется. Поэтому выращивание овощных культур вообще непонятно. Юлия Щукина, журналист, основатель школы травелогии, учила, как писать так, чтобы текст цеплял. Она утверждает, что журналист может стать блогером, а вот блогеру, чтобы стать журналистом, надо учиться. Оба работают с текстом, оба могут писать о чем-либо, продвигать что-то. Журналисты могут быть нативно, скованные правилами редакции, а блогеры это делают, могут назвать название отеля, страны, вообще могут назвать все. И таким образом они рекламируют что-то, они занимаются пиаром. В любой профессии, за которую ты получаешь деньги, нужно знать правила, как работает внутри весь механизм. Нужно знать законы, как этические, моральные, так и настоящие законы государства. Поэтому журналисту ничего не мешает стать, только время и желание, а вот блогер пока не сможет стать без образования журналистом. Юля призывает уважать своих читателей, ведь они всегда почувствуют, когда ты хочешь их обмануть. Не надо его считать дураком и писать только потому, что это модно. У нас сейчас модно быть блогером. Если ты берешься и хочешь быть блогером, дай свою часть жизни этому, посвяти книгам, обучению, развитию. А не так, что сегодня ты блогер, это модно. А вообще я хочу быть другим по профессии или вообще жить хочу в другой стране и заниматься другим. Как правильно размещать рекламу и зарабатывать на этом, рассказывал медиагерой Меродион Скрябин, директор по развитию бизнеса издания «Лайфхакер». На страничках «Лайфхакера» регулярно появляются обзоры и рекомендации, и порой сложно догадаться, где реклама, а где выбор редакции. Но если это реальная реклама, то лучше все же ее пометить знаком. Рекламная отметка. Всегда обязательно, пожалуйста. Это для вас лучше. У меня уже есть список тезисов, что рассказать клиенту. Потому что в любом случае, понятное дело, что это для нас риски. Придут наши же конкуренты и скажут, ребят, у вас джинса, вы стрёмные. Но это самое маленькое, что может произойти. Огромная компания, которая у нас размещается, если кто-то узнает, что это нативная реклама без отметки, это же для них риски. Это риски для любого бренда, то, что не только издание пойдет на дно, но и вас за собой прихватит. Поэтому даже если вам предлагают не ставить отметку, обязательно поставьте это уважение к себе. Родион не предлагал готовых рецептов. Он рассказывал блогерам и возможным заказчикам рекламы, как сделать хороший контент и как его дальше продвигать. Первое, что нужно сделать – сразу договориться, о чем пишем и какие фишки компании отмечаем. Иначе могут быть проблемы и с клиентом, и с контентом. Есть следующая тенденция. Если мы сегодня начинаем вести что-либо, то нужно понимать, что мы везде опоздали. И это очень важный факт. То есть если в Телеграме год назад подписчик нам стоил 30-40 копеек, сегодня уже такого не будет. То, что любой рыночный инструмент рано или поздно перенасыщается, сегодня все, что есть, оно практически перенасыщено. Поэтому нужно понимать, что стоимость подписчика с каждым днем дорожает. Как только он начнет падать в этом канале, нужно понимать, что канал потерял эффективность. Вот. Ну, то есть пошел обратный процесс цикличный. Секрет один, и я считаю, что он универсальный. Это качественный контент. Потому что качественный контент всегда найдет свою аудиторию. Вопрос в том, что это половина дела. Вторая половина дела – это дистрибуция этого качественного контента. И здесь есть разные подходы. Они не бывают универсальными, потому что контент разный, аудитория разная, все разное. Но качественный контент всегда найдет своего потребителя. Такие мастер-классы нужны не только региональным блогерам и журналистам. Как отмечают спикеры, это хорошая тренировка и для них. Ведь кто знает, каким будет региональный, малый и средний бизнес через пару лет. Банковские карты, симки, фишинговые сайты, социальные сети. Инструменты, которыми пользуются злоумышленники, чтобы украсть у вас деньги. Мошенники после получения средств раскидывают их на большое количество счетов, чтобы в конечном счете обналичить. Движение средств, говорят в полиции, сложно обнаружить. Но тем не менее, раскрываемость таких преступлений достаточно высока. Расскажем о способах обмана и защиты от него. Мошенников с годами меньше не становится, как и их жертв. При этом в зону риска попадают все категории граждан. Как правило, это происходит при покупке или продаже каких-либо вещей потерпевшими. Телефонным мошенничеством подвержены, как правило, более пожилые граждане. Так как они платят выкуп за своих родственников, попавших в какую-либо неприятную ситуацию. В разговоре с потенциальной жертвой злоумышленники пытаются узнать номер, написанный на обороте банковской карты. Человек, например, выставляет на продажу какой-либо предмет. Ему звонит злоумышленник и говорит то, что я хочу приобрести данный предмет. Деньги готов перевести вам прямо сейчас на банковскую карту. Человек, естественно, радуется. Твиктует злоумышленнику номер банковской карты, СРВ-код, который находится на обратной стороне карты. К нему приходит код подтверждения на мобильный телефон. Он сообщает преступнику этот код подтверждения. Преступник подключает уже на свой телефон Сбербанк онлайн. Видит все счета, которые находятся в пользовании потерпевшего. И, соответственно, переводит все деньги на свой счет. Счет, как правило, оформлен у преступников на несуществующих людей. Не теряют популярности и фишинговые сайты. Это близнецы сайтов известных магазинов, частных банков и даже микрофинансовых организаций. Еще один способ – социальные сети. Взломанными страницами пользуется живой человек. Он просто рассылает сообщения всем однотипные, которые, ну, сколько есть друзей и подписчиков на странице, с таким и уходят сообщения, вне зависимости, где они находятся. То есть, если вам пришло сообщение от друга, то, что ему требуются определенные суммы взаймы, просто-напросто надо связаться вживую с этим человеком и спросить, на самом ли деле ему нужны деньги или его страница взломана. Лучшая защита – это, конечно, профилактика. Берегите в первую очередь вашу банковскую карту, как лючат свои квартиры. Пользуйтесь официальными мобильными приложениями для покупок в интернете. Не отвечайте в соцсетях на сообщения о просьбе денег. Следите за движением своих средств. И если вас обманули, идите в полицию сразу. У нас потерпевшие, как правило, не сразу обращаются в полицию, когда у них возникает подозрение о том, что там… Потому что доставка, например, товара происходит не мгновенно, а там неделя проходит. Вот они неделю ждут, и потом только товар не приходит, они начинают волноваться и обращаться в полицию. А оплата уже за это время уже прошла. Российские ученые произвели настоящую революцию. Им удалось создать первую в мире микросхему толщиной с молекулу. Эксперты отмечают, это позволит полностью пересмотреть процесс разработки электроники. Правда, до практической реализации проекту еще далеко. Зато в случае успеха материал можно использовать в фотовольтайке, оптоэлектронике, задачах по хранению энергии, сенсорах и даже биосовместимых структурах. Диафильм 1960 года так и называется в 2017 году. По сценарию, после урока географии с экскурсом в предполагаемую историю развития СССР, когда меняли русло рек, улучшали климат Дальнего Востока и пускали через Беринга в пролив атомные поезда, советский школьник Игорь просыпается от легкого щелчка по носу. Это стены и часы, придуманные в шутку его отцом. Сегодня у мальчика путешествие в подземный Углеград, построенный за полярным кругом. Дома у родителей Игоря настоящие чудеса новейшей техники. Умная кулинарная машина, телевидеофон. На экскурсию школьников везут на реактивном самолете. Кстати, они все-таки выпускались. Одно такое судно можно увидеть в Ульяновском музее гражданской авиации. Прилетают ребята в Заполярье, суровый край. Однако в углероде есть солнце, правда кварцевое. Но это не мешает местным жителям загорать. Ребятам рассказывают о достижениях советских ученых. Одно из них – летающая станция управления погодой на Мизонной энергии. Пока она не доработана, но в будущем появится радиоуправление. Спокойствие нарушает срочная новость. Империалисты взорвали остров в океане. Это грозит катастрофой всей планете. На помощи должна прийти новая станция, несмотря на все ее недоработки. По счастливой случайности, папа Игоря Евгений Сергеевич работает на этом проекте. Он и главный синоптик страны садятся за руль станции и летят на Черноморское побережье, где бушует смерч, и работает мама Игоря. Героя спасают сотни людей, живущих в зоне катаклизма. Станция улучшает погоду и в Москве, где как раз готовится к столетию Великой Октябрьской революции. Праздник совпал с большой победой советской науки над природой. 5G приходит в Россию. К 2020 году сети пятого поколения должны заработать в восьми городах страны. Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказал более оптимистичный прогноз, пообещав внедрение через 2-3 года. Однако, по его словам, итоговое решение об использовании технологии будет зависеть от желания российских операторов связи. Эксперимент проведут уже в следующем году на Чемпионате мира по футболу. Отметим, сети пятого поколения позволяют обмениваться информацией на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, в 30 раз больше, чем в работающих сегодня сетях 4G. Полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд. В чебоксарских троллейбусах появился бесплатный интернет. Воспользоваться Wi-Fi можно на маршрутах номер 1, 4, 20 и 21. Всего в 81 троллейбусе. Узнать, есть ли в транспорте точка доступа, можно по специальной наклейке на входе и в салоне. Для пользования интернетом нужно пройти идентификацию и авторизацию при помощи своего мобильного. В дальнейшем регистрация в сети будет происходить автоматически. Отметим, что точки доступа разместили также на Красной площади, в парке имени Николаева и в Лакреевском лесу. К концу года в Чувашии должны построить 42 объекта цифрового вещания. Благодаря этому первый мультиплекс станет доступен всем жителям республики без исключения. Второй обещают запустить в 2019 году. Напомним, первый мультиплекс включает в себя 10 федеральных бесплатных ТВ-каналов в цифровом качестве. За 4 года в Чувашии удалось запустить 15 объектов цифрового вещания. Еще 3 находятся в тестовой эксплуатации. Поздравим группу компании «Айсерф». Их комплекс «Омни-ЮС» вошел в единый реестр российского программного обеспечения. Теперь система будут рекомендовать к использованию при проведении госзакупок. Приказ подписал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. С помощью системы можно автоматизировать процессы в предприятиях жилищно-коммунальной сферы. Активные пользователи управляющие компании, в том числе и чебоксарские. В программе «Продукты Омнис» мы работаем уже с 2012 года. Эта программа очень простая и понятная. Мы в этой программе производим начисления за жилищно-коммунальные услуги и ведем персональный учет собственников и граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах. При обращении в техническую поддержку с какими-либо вопросами мы получаем достаточно полные ответы и все понятно объясняется. Системой «Омни-ЮС» пользуются предприятия в 70 регионах России. Основной отличительной чертой является то, что эта система изначально разрабатывалась для предприятий ТЭК и ЖКХ. То есть мы как бы изнутри знаем все эти процессы и поэтому успешно внедряем их в Россию. Несмотря на то, что полностью вся разработка ПО ведется здесь, в Чебоксарах, в Чувашии, здесь у нас главный офис, здесь находятся все разработчики и техническая поддержка, сами решения наши внедрены в предприятиях комплекса ТЭК и ЖКХ более чем в 70 регионах России. То есть получается 1,4 теплогенерации России как бы рассчитывается в нашем биллинге. Здесь интересно, наверное, знать, что здесь в Чувашии мы рассчитываем порядка 450 тысяч лицевых счетов в сфере ЖКХ на «Омнисе». И здесь же, то есть это счета капремонта и большого количества управляющих компаний. Единый реестр российского программного обеспечения действует с января прошлого года. И «Омни-ЮС» не единственная разработка из Чувашии, которую в него включили. Если вы едете отдыхать за границу с малышом, вам будет интересен наш следующий сюжет. Расскажем о том, как оформить документы на ребенка и не забыть самое главное – его первый загранпаспорт. Планируете отправиться со своим малышом за границу? Помимо прочего, придется задуматься об оформлении загранпаспорта для ребенка. Как его получить и так ли он нужен? Существует два варианта документированного оформления выезда для детей младше 14 лет. Оформление заграничного паспорта старого или нового образца и возможность писать ребенка в загранпаспорт родителя. Последний вариант самый простой, но в этом случае отправиться в путешествие малыш сможет только с тем из родителей, в чей паспорт вписаны его данные. Не стоит отказываться от оформления собственного заграничного паспорта для ребенка до 14 лет. Наиболее рациональным вариантом будет получение паспорта старого образца на срок до 5 лет. Ежегодно в летнее время увеличивается количество граждан, которые приходят в многофункциональные центры за подачу документов на загранпаспорт. Получение загранпаспорта через многофункциональный центр – это оптимальный вариант. Во-первых, это удобное для вас время, вы можете записаться предварительно на то время, в которое вы можете подать документы. Во-вторых, это компетентные специалисты, которые помогут вам оформить заявление. И в-третьих, это хороший график работы. Многофункциональный центр работает с понедельника по пятницу с 8 до 8 без обеда, в субботу с 9 до 2, в воскресенье выходной. Ну и плюс ко всему доброжелательные и компетентные сотрудники и удобный зал ожидания. Также вы можете подать заявление на загранпаспорт через единый портал госмуниципальных услуг. Это не только сохраняет ваше время, но и экономит ваши деньги, так как при подаче через единый портал госмуниципальных услуг действует скидка 30% на госпошлину. Оформлять детский загранпаспорт будут так же, как и взрослые, через портал госуслуг, МФЦ или миграционную службу. На сегодня все. Смотрите программу «Айти не обойти» на национальном телевидении «Чувашия» и на нашем канале в YouTube. С вами была Евгения Фандеркина. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова